Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, с вами Кира Юхтенко, и мы с вами обсуждаем главные новости среды. Вчера я немножко прогуляла новости, потому что была в командировке, но сегодня все самое интересное для вас. Ну что, друзья, стартовал сезон отчетности, и как всегда по традиции в Америке его открывают банки. Но смотрите, что мы видим. Сегодня отчет JP Morgan вроде бы неплохой по цифрам. Мы видим, что выручка год к году выросла на 1,7%. Прибыль лучше ожиданий, все хорошо, но акции оказались под давлением и по факту и утянули за собой весь финансовый сектор США. И здесь главный негативный фактор это то, что снизился объем кредитов на 7%, а вот объем депозитов наоборот вырос на 21%. И в целом инвесторы немножко подзадумались о том, каковы дальнейшие перспективы бизнеса, потому что ликвидность будет сжиматься из-за сокращения стимулов. И в целом это для банковского сектора в перспективе не очень хорошо. В экономике меньше денег, проводится меньше сделок транзакций, меньше, соответственно, и комиссионные доходы от банков. Так что эта неделя у нас проходит под флагом банковских отчетов в США, будем внимательно за ними следить. И в нашем телеграм-канале IF News мы оперативно все свежие отчеты раскрываем и поясняем, так что подписывайтесь. Но, кстати, если говорить о российском банковском секторе, то смотрите, сегодня один из лидеров роста это ТКС, и бумаги обновляют рекорды. И еще, кстати, на российском рынке сегодня хорошо росли золотодобытчики. В общем-то, все топовые компании Петропавловск, Полюс, Полиметалл были в лидерах роста из-за того, что растет базовый актив, цена на золото из-за инфляционных ожиданий. Но дорожает не только и не столько золото. Конечно, все внимание по-прежнему приковано к энергетическому кризису. И вот JP Morgan дает довольно впечатляющий прогноз, согласно которому цены на газ могут удвоиться, если зима будет такой же суровой, как и предыдущая. Предыдущая. Небо – это предел. Так образно выразилась Наташа Канева, глава отдела глобальной сырьевой стратегии JP Morgan. Какое-то подозрительно русское имя. Наши везде, как говорится. Ну и в банке говорят, что действительно, несмотря на то, что зима еще не наступила, цены уже выросли на фоне ограниченных поставок. Нефть на 7-летних максимумах. Цены на газ с июня выросли более чем в два раза. Это, конечно, очень впечатляющий рост. И вот в JP Morgan считают, что есть риски продолжения. В Goldman Sachs тоже говорят примерно то же самое. Если зимой запасы энергоносителей упадут до критически низких уровней, это чревато вообще глобальным кризисом. И вспоминаются проблемы в Техасе в прошлом году. Ну и Goldman Sachs напоминает, что, на их взгляд, самым оптимальным выбором при инвестировании будут акции компании Conoco Philips и Exxon Mobil на фоне роста цен на энергоносители. Хотя, конечно, оптимальным выбором для кого? Это, честно говоря, вопрос. Ну ладно, идем пока дальше. Международное энергетическое агентство считает, что среднесрочно все-таки энергоресурсы будут дешеветь. И, согласно прогнозу Мэя, нефть может упасть до 36 долларов за баррель к 2030 году. И вот в опубликованном докладе есть четыре сценария развития событий. И самый жесткий вариант – это именно снижение цен до 36 баррелей к 2030 году. И по этому прогнозу мировой энергетический сектор сократит выбросы до нуля к 2050 году. И нефть упадет до 24 долларов за баррель к 2050 году. И тогда миру не будут нужны новые месторождения нефти и газа. И к 2025 году таким образом спрос на нефть достигнет своего максимума. А потом все пойдет только ниже и ниже. Поговорим еще про оптимальные варианты инвестиций. Вы знаете, что я скептически отношусь к банковским прогнозам в целом. Но, тем не менее, любопытно к ним прислушиваться. И вот Bank of America допускает рост акций компании Starbucks более чем на 20% до 135 долларов благодаря программе лояльности для постоянных клиентов. И эта программа помогает стимулировать рост и защищает компанию от обострения конкуренции. И вот растут доходы у Starbucks от почти 9000 кофеен в США. Благодаря приложению Starbucks в третьем квартале рост Starbucks Rewards резко увеличился. И это предвещает хороший базовый спрос. Немножко сложно, но в принципе по делу выражаются в Bank of America. И считает, что даже спад показателей в Китае не станет проблемой для роста акций. Вот такой сценарий. Напишите в комментариях, есть ли у вас акции каких-то кофейных компаний. Есть ли у вас Starbucks. Может быть вы держали лайкин кофе. И как вообще к этому сектору относитесь. Кстати, про Китай. Вот сегодня агентство Reuters передает, что Jack Ma, который очень редко появляется на публике в последнее время, сейчас находится в Гонконге. И последние несколько дней встречался с деловыми партнерами. Жив, здоров, но подальше от Пекина, похоже, держится Jack Ma. А вот в Morgan Stanley оценивают вероятность рыночной коррекции. И там заявили, что по сути динамик рынков будет зависеть от того, насколько сильно замедлится рост доходов компании в третьем квартале. Цитата. У нас растет уверенность в более резком замедлении, но его сроки не определенные. Наш тезис «огонь и лед» подтверждается. И в банке говорят, что замедление роста является вполне нормальным явлением во время перехода к середине цикла как для экономики, так и для доходов компании. Хотя на этот раз замедление роста может быть более значительным, чем обычно. Индекс S&P 500 уже скорректировался на 6%, потом немножечко отрос. И в банке говорят, что, цитата, на сегодняшний день его снижение прошло примерно половину пути с учетом предыдущих расходов к середине цикла. Будет ли это коррекция в размере 0, 20% или больше, будет зависеть именно от отчета в компании. Ну, собственно, вот отчет, допустим, JP Morgan мы уже посмотрели. Теперь интересно, что нам сам Morgan Stanley покажет. Ну и напоследок немножко гендерных новостей. Fidelity сравнила доходность инвестиций мужчин и женщин. И несмотря на то, что многим женщинам не хватает уверенности в инвестировании, доходность их портфелей все-таки обгоняет портфели мужчин-инвесторов, согласно данным Fidelity. В среднем женщины-инвесторы достигают положительной доходности и обгоняют мужчин на 40 базисных пунктов или на 0,4%. Почти полпроцента у дам фора. При этом 67% женщин сообщили, что не только пенсионные отчисления делают, но и инвестируют в различные активы. Хотя вот буквально 3 года назад таких женщин было только 45%, сейчас уже почти 70%. При этом почти 70% женщин инвестируют в акции и облигации, 63% в фонды, 23% в криптовалюты. И каждая пятая женщина сообщила, что за последний год впервые инвестировала в новый класс активов. И 9 из 10 женщин готовы активно инвестировать в течение ближайших 12 месяцев, а 62% намерены повысить свои знания. 70% женщин считают, что им нужно знать больше о выборе отдельных акций. И 86% считают, что именно профессиональное управление инвестициями для них является более подходящим вариантом, чем самостоятельный выбор активов. Вот такое вот любопытное исследование, которое проводится уже на протяжении 10 лет и наблюдают за более чем 5 миллионами счетов клиентов. Так что да, мы вот по информации Fidelity у нас есть преимущества. Кстати, друзья, хотелось сказать, что у нас вот на этой неделе на канале вышел такой новый формат видео, топ-10 популярных акций, где я рассказываю немножко о компаниях и даю вот как бы актуальную оценку тому, в каком положении эти компании находятся и тому, какие перспективы есть у бумаг. И вот многим этот формат очень понравился, я, честно говоря, даже удивилась, потому что прям много было комментариев спасибо, давайте сделаем эту рубрику регулярной. Я очень рада, что понравилось, конечно, сделаем, если так. Ну и заодно пишите в комментариях, какие еще форматы на ютубе или на других наших ресурсах вам были бы интересны, потому что мы сейчас как раз-таки их щупаем и пытаемся найти то, что отвечает потребностям. Вот прям не стесняйтесь и пишите, о чем, как вам кажется, мы рассказываем недостаточно подробно или хочется под каким-то другим углом какую-то информацию получать. Ну что, друзья, на этом у меня сегодня все. Спасибо, лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. Пишите комментарии, спасибо, что смотрите, поддерживаете. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.